Симферополь В администрации Симферополя вы курируете достаточно много и достаточно значимых направлений, прежде всего это образование. Не могу сразу не спросить, какова сегодня ситуация все-таки с местами в детских дошкольных учреждениях? К большому сожалению, она по-прежнему остается очень напряженной, потому что количество обращений по постановке на очередь от 200 до 400 человек в неделю обращается, плюс определенное неудобство для жителей Симферополя вызвало перевод очереди со старой электронной очереди на новую электронную очередь, достаточно много обращений. Кроме того, за истекший период не так уж много, к большому сожалению, удалось создать новых дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях. Из последнего, это завершение работ по дополнительной группе в третьем детском дошкольном учреждении Ягодка, ну, Валдайская, которая была уже год назад, плюс максимально все помещения, которые имеются и подходят по СанПинам, которые могут быть использованы для размещения детей в детских дошкольных учреждениях, полностью использованы. Поэтому, пытаемся делать семейные группы, пока отклика такого прямого нет. Проблема в том, что даже в частных детских дошкольных учреждениях существует очередь на устройство. Реально, по состоянию, вот на сегодня, от одного года до шести лет у нас порядка 13 тысяч детей, которые требуют устройства в детских дошкольных учреждениях. Буквально несколько дней назад наша съемочная группа побывала на строительной площадке одного из строящихся модульных детских садов на территории Симферополя. Давайте посмотрим наш сюжет. Уже в марте, обещают представители подрядных организаций, два модульных детских сада в крымской столице смогут разместить у себя малышей. События, на приближение которого, сегодня брошены все силы строителей, процесс, за которым пристально наблюдают власти города и даже республики. Мы ждем 1 марта сдачи этого объекта. Это объект, наш же детский сад, второй корпус, это модульный детский сад, состоящий из сэндвич-панелей, которые утепляют внешнюю часть и внутреннюю. За счет этого будет в здании очень тепло. Там будет шесть групп располагаться. Рассчитан детский сад на 120 мест. 120 ребятишек придут и будут очень довольны, потому что в каждой группе будет и мебель, и оборудование, и игрушки, и постели, и кровати. То есть детский сад будет укомплектован полностью. Технология создания таких вот модульных детских садиков простая, но отнюдь не дешевая, объясняют эксперты. Да, людей требуется немного, но в конечном итоге стоимость этих модулей обойдется города в сумму свыше 60 миллионов рублей. В среднем идет где-то от 20 до 50 человек. На момент отделки уже число рабочих увеличивается до 50 до 60. Так, на момент монтажа фундамента и начала постройки человек 20. Программа строительства модульных детских садов в Крымской столице, как и на полуострове в целом, сегодня пользуется огромной поддержкой как республиканской, так и федеральной власти. Это значит, считает председатель Симферопольского городского совета Виктор Агеев, перспектива покончить с очередями в дошкольные образовательные учреждения на полуострове и в Симферополе определенно есть. Сегодня открываются в городе у нас и дополнительные группы, и группы временного пребывания, и открываются модульные сады, и в работе у нас капитальные сады, это в загороднем 260 мест, планируется еще в Белом-2, планируется в Новониколаевке, как бы серьезный объем, порядка двух тысяч мест мы можем получить при реализации этой программы. Сегодня наша задача, задача администрации определиться с местом расположения, для того, чтобы получить дополнительные места. Я думаю, что при той поддержке, при том понимании и при серьезности вопроса, я думаю, совместно с советом министром, с госсоветом, вопросы будут решаемы. С другой стороны, даже те модули, что сдадут в эксплуатацию весной этого года, нужды крымской столицы вряд ли удовлетворят. Будут открыты в будущем, вот буквально в недалеком будущем, 240 мест в дошкольном учреждении 73 Веснянка и на территории 37-й школы, где мы сейчас с вами находимся, но это капля у моря для города Симферополя. В городе Симферополе на сегодняшний день, вот по той базе, которая уже, скажем, устоялась на прошлой неделе, и мы видим абсолютно всех детей, всех 65 учреждений, которые обеспечивают дошкольным образованием, у нас таких деток 16 532. Но программа строительства модульных садиков в целом, при условии, что власти дальше будет оказывать всю необходимую поддержку и финансирование, конечно, станет решением проблемы, уверены власти города. В свою очередь, обещая жителям Симферополя довести начатое до точки, используя для этого все доступные городу ресурсы. Симферополя Комплекс модульный детский сад, то есть под ключ. И по завершению строительства открываем дверь, перерезаем ленточку, и детки заходят. Но это всего лишь 240 мест. И сейчас активно ведется поиск мест размещения еще модульных детских дошкольных учреждений такого типа, и в районе 25 школы, и в районе 36 школы, потому что необходима геология, насколько они, ну, возможно, выдержать нагрузки, которые есть. Надеемся, что в текущем году выпуск детских дошкольных учреждений, в отличие от предыдущего года, будет значительным. Количество детей, которые будут устроены в детских дошкольных учреждениях, будет более значительным. Ну, надеемся, там, на 2,5 тысячи в целом по городу подвинется очередь, скажем так. Сергей Петрович, город продолжает работать в режиме чрезвычайной ситуации, да, связанной с недостатком электричества и теперь с африканской чумой свиней и так далее. Насколько все-таки работа в режиме ЧАЭС влияет на жизнедеятельность наших школ, детских садов, других учреждений там социальной сферы? Ну, прежде всего, глава администрации было четко акценты расставлены. С самого начала чрезвычайной ситуации по электроэнергии, то есть население и социальные объекты должны быть максимально выведены с режима отключения. Такая задача общими усилиями и энергетиков, и управленцев, которые уполномочены принимать те или другие решения, была, в принципе, разрешена. Детские дошкольные учреждения практически все выведены за режим отключения электроэнергии. Общеобразовательные учебные заведения, все 50 обеспечены дизель-генераторными установками для прохождения пиковых нагрузок. Такие решения позволили, во-первых, обеспечить нормальный тепловой режим, во-вторых, обеспечить горячим питанием, в том числе в детских дошкольных учреждениях, в соответствии с САНПИНами, свежеприготовленным. И, в принципе, можно сказать, что школы и детские дошкольные, а также социальные объекты и другие, которые есть на территории города, уже встроились в работу в режиме чрезвычайной ситуации. Да, естественно, новая ЧАЭС в ЧАЭС, это африканская чума свиней, тоже несла свои поправки по поставкам продуктов питания. Но предприниматели, государственные структуры провели замещение, в принципе, свинина замещена говядиной, индюшатиной, курятиной. Больших проблем с обеспечением питания в детских дошкольных и школах нет. Ну и на рынках, если пройти, то, в принципе, да, свинины нет, но ее есть чем заместить. В прошлом году, буквально с прошлого года, точнее, в администрации Симферополя работает административная комиссия. Вы являетесь председателем этого органа муниципальной власти. Как вы оцениваете уже сегодня, с позиции сегодняшнего дня, работу комиссии? Есть ли какие-то, может быть, предварительные уже результаты ее работы? Ну, я, прежде всего, его оцениваю с точки зрения того, как оценивают горожане. Горожане стали значительно меньше обращаться в администрацию города по незаконной и санкционированной торговле. Это раз. Второе. Борьба, я так ее назову, с незаконной торговлей, с торговлей с земли, она еще не завершена, она продолжается, потому что есть некоторые люди, которые реализуют овощную продукцию или даже мясную продукцию, на которых уже есть пять протоколов и пять принятых решений о применении штрафных санкций. Та задача, которая была поставлена Геннадзе Ильичем Бахаревым, по, прежде всего, очистке от несанкционированной торговли тех мест, которые исторически сложились. Это район Центрального рынка, Перелок Пионерский, район Москальца, Залезская, 65 октября. То есть, в принципе, она решена. Но желающие нарушать закон по-прежнему есть. Поэтому еженедельно на административной комиссии мы рассматриваем от 90 до 120 протоколов о нарушении тех или иных видов деятельности. Тем более, административная комиссия работает и по правилам благоустройства, и нарушению правил торговли, и нарушению правил рекламы. То есть, достаточно такой широкий спектр. К большому сожалению, работа есть в этом направлении. Вот вы говорите, до пяти протоколов уже на определенных лиц составлено. А какова дальнейшая судьба? Вот как пять протоколов на человека физлицо? Значит, законом предусмотрено, что гражданин, на который наложено административное взыскание, имеет право 10 суток, 10 рабочих дней на обжалование такого решения административной комиссии и 60 дней на его оплату. Если он добровольно не оплачивает штраф, который наложен административной комиссией, мы передаем все материалы судебным приставам, которые взыскивают в обязательном порядке, только уже в двойном размере. Сергей Петрович, в администрации Симферополя вы также курируете и вопрос земельных отношений. Насколько я знаю, это достаточно проблемная такая сфера на сегодня, что вопрос и с оформлением земли, особенно с дооформлением земли, что кто-то жалуется, что это буксует, кто-то говорит нормативка, там еще не идеально. Какова сегодня ситуация в земельном вопросе? В земельном вопросе, да, вы правильно сказали, Александр Александрович, достаточно сложная и напряженная. Ежедневно, подчеркну, в администрацию города заходит от 80 до 100 обращений заявлений граждан, юридических лиц на дооформление или переоформление правной земельной участки. На территории города есть ряд, скажем так, земельных массивов, на которых нет градостроительной документации до конца. Это тоже, естественно, можно вспомнить Астелло, например, юго-западный промузел, Луговое-2, где в одно и то же время существуют акты постоянного пользования предыдущих владельцев, например, завода Фиолен. И в то же время в 2013 году было принято решение городского совета о выделении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Как бы существует конфликт интересов, задержки, естественно, задержки. Достаточно много пошло сейчас обращений, срок давности которых первичных решений 60-е годы. То есть, 68-го, вот были люди на приеме, 68-го года, когда было решение когда-то еще из полкома, и за этот большой отрезок времени земельный участок так и не был оформлен по разным причинам. И, естественно, это вызывает недовольство, но в каждом конкретном случае надо конкретно разбираться. Потому что общего такого подхода, учитывая вот то наследие, которое есть у нас, ну, достаточно сложно. Плюс период 97-98-й годы, когда менялся законодательство Украины, земельный кодекс. Исполкомы принимали решение, не всегда утверждались сессиями. Это, естественно, тоже вызывает недовольство людей. Пытаемся в рамках существующего законодательства оказаться в действии, чтобы максимально быстро и комфортно это сделать. Это, вероятно, индивидуальный подход все-таки, да? У кого-то какие-то решения? Это только индивидуальный подход. Тут помогает и комиссия, которая создана сессией городского совета под оформлением прав, куда входят и депутатский корпус, и общественность, где мы, прежде чем готовить постановление о принятии положительных решений или отказа, широко обсуждаем эти вопросы. Сергей Петрович, какова сегодня ситуация с Домом кино Симферопольским? Потому что сейчас распространяется, я знаю, заявление руководства предприятия-арендатора о каких-то якобы действиях, там кто-то пишет незаконных, с Домом кино. Там известно, что судебные разбирательства долгое время длились и, наверное, длятся до сих пор. Уже практически закончены. Ну, прежде всего, прежде чем писать обращение в самые различные инстанции, я бы посоветовал руководству арендатора почитать тот договор, который они подписали ранее. И выполнить или попытаться выполнить, хотя уже, наверное, и поздно, те обязательства, которые они на себя взяли в части приведения такого, ну, очень значимого знания для города Симферополя в надлежащий вид. Не для кого не секрет, что длительное время это был филиал центрального рынка, я его назову так, потому что там проводились самые различные ярмарки, торговля, которые к прямому назначению данного здания никакого отношения вообще не имеют. И все попытки теперь перенести поиск виновного на стороне, со стороны руководства, он бесперспективный, потому что есть решение суда, подготовлено обращение о подписании акта приема-передачи муниципального имущества, целостного имущественного комплекса. В администрацию города Симферополя. То есть, каким вы видите дальнейшее развитие событий? Ну, во-первых, понятно, что там должен быть кинотеатр, которого там долгое время нет. Там было когда-то три зала, по-моему, да? Розовый, голубой и малый. Сегодня уже, наверное, десяток лет, если не больше. Ну, наверное, уже больше, да. Городу Симферополю, естественно, это здание необходимо, в том числе, учитывая, что в текущем году, это год кино в Российской Федерации, будем искать нормального инвестора, который сделает из такого красивого здания нормальный кинотеатр, где горожане будут иметь возможность в нормальных условиях, на современном оборудовании организовывать просмотры фильмов. По-другому не будет. Нынешний арендатор со своими обязательствами не справился. Тогда, как вы думаете, почему распространяются для СМИ вот эти вот листовки какие-то? Ну, наверное, вернемся к тому, что там сейчас происходит. Это ярмарка, постоянно действующая. Понятно. Не секрет, что одним из реальных источников пополнения муниципального бюджета является аренда и продажа муниципальной собственности. Как активно сегодня ведется администрация города, работа в этом направлении? Вопрос интересный и сложный. Ну, прежде всего, для того, чтобы начинать реализовать право аренды или право продажи вообще имущественного комплекса какого-либо или там определенного, необходимо закрепить его за муниципалитетом. То есть пройти определенную процедуру, которая ранее не проходилась. Значительная часть имущества, особенно домов, квартир, общежитий, вообще не имеет никакой технической документации. Спасибо Государственному Совету, который запустил механизм дачной амнистии, так называемый, который по упрощенной процедуре позволяет и гражданам, и муниципалитетам ставить свое имущество на учет. Но хочу сказать, что уже есть первые ласточки. Мы уже неделю назад провели первый аукцион по продаже права аренды, на которой были выставлены два здания кинотеатров и одно здание, которое может использоваться как офисный центр. Считаю, что аукцион прошел нормально. По первому лоту, это кандидатры «Звезда», вообще были настоящие торги. Цена была значительно увеличена, направлены все документы победителю для подписания договора. Надеемся, что договор будет подписан, и первый аукцион даст старт более широкому использованию такой формы реализации муниципального имущества. Чувствуется активность предпринимателей, которые все-таки готовятся? На первый лот было заявлено 12 участников, все из которых были допущены к собственному аукциону. То есть весь пакет документов от всех соответствовал требованию. Не могу тоже не коснуться. Вы курируете сферу физкультуры, спорта, молодежи и так далее. Насколько сегодня в городе активно работают в направлении физкультуры и спорта? Потому что в Российской Федерации общая обязательная норма ГТО и так далее. Насколько в Симферополе, в школах, детских, юношеских спортивных школах сегодня активно ведется работа? Город Симферополь всегда был городом спортсменов. Если посмотреть, кто представляет Республику Крым в Российской Федерации, это в основном выходцы из наших ДЮС США или ДЮС США Олимпийского резерва, который Министерство спорта. Да, у нас есть проблемы с материально-технической базой. Да, у нас есть проблемы с доступностью этой базы. Но, тем не менее, практически все виды спорта, которые представлены на территории города, имеют нормальную динамику развития. Нами, администрациями, я имею в виду, подготовлены ряд проектов, которые позволят создать более комфортные условия. Одно из них – затянувшееся уже строительство футбольного поля, полноразмерного для нашей ДЮС США Олимпийского резерва по футболу. У нас есть задумка, и сейчас проходит экспертизу проектосмертной документации по строительству трех стадионов в школах с искусственным покрытием. С Министерством спорта Республики Крым проговорено размещение специализированных, скажем так, объектов спортивных, плоскостных для значения норм ГТО. То есть это такой целый комплекс. В предыдущем году начали восстанавливать спортивные сооружения в микрорайонах. Последние, которые на Грессе восстановили общими усилиями депутатский корпус. Несколько площадок было, да, и волейбол, футбол. Поэтому все вместе. К большому сожалению, хочется очень быстро. Но тут есть и временные рамки, и ресурсные рамки. Поэтому активно будем участвовать в федеральных целевых программах по развитию спорта. Надеемся на понимание со стороны Министерства спорта Российской Федерации, потому что материально-техническая база, повторюсь, в городе Симферополе требует очень пристального внимания. Спасибо, Сергей Петрович. Уважаемые телезрители, к сожалению, это все, что мы успели рассказать в нашей сегодняшней программе. Напоминаю, что сегодня в студии был Сергей Крутьюк, первый заместитель главы администрации города Симферополя. А я прощаюсь с вами. Будьте здоровы. Встретимся на следующей неделе.